Всем привет! В этом небольшом видео я покажу, каким образом можно самостоятельно в домашних условиях протестировать ваш iPhone в специальном секретном сервисном меню. Данный способ работает начиная с iOS 17 и выше. В моем случае я буду показывать на iPhone 15 Plus, на котором установлено iOS 18. Итак, перед началом, давайте покажу, что у меня действительно iOS 18. Вот видите, версия iOS 18.0.1. Это самая последняя сборка на сегодняшний день, на момент записи видео. Итак, что же нужно для того, чтобы протестировать наш iPhone и ввести его сервисный режим? Нам понадобится розетка, зарядное устройство и сам аппарат. Выключаем наше устройство полностью и ждем примерно где-то 10 секунд, для того, чтобы телефон точно у нас выключился. Теперь вставляем зарядное устройство в розетку. И теперь очень интересный момент. Значит, смотрите, нам необходимо, не включая вот эту кнопку, зажать две кнопки, плюс и минус звука. Проще всего это сделать вот таким образом. Телефон ложим на стол. Раз, два. Удерживаем кнопки и подключаем зарядное устройство. До щелчка. Ждем логотип Apple. Ждем, ждем, ждем. Ждем загрузки. Что мы теперь видим? У нас появляется специальное меню, диагностика и ремонт. Мы, естественно, выбираем русский язык. Телефон у нас перезагружается. Вот диагностика и ремонт. Диагностика позволяет Apple идентифицировать потенциальные проблемы с аппаратным и программным обеспечением на этом уровне. Если нужно, отремонтировать устройство. Может потребоваться сконфигурировать его. Мы нажимаем продолжить. Здесь нам необходимо подключиться к нашей домашней Wi-Fi сети. Подключаемся. Подключить. Подключение к службе поддержки Apple. Телефон у нас соединяется с серверами Apple. И сейчас мы посмотрим, какие у нас возможности появятся. Появилась диагностика, ремонт и конфиденциальность. Значит, здесь нужно принять условия. И, как мы можем видеть, диагностика или ремонт. Запустите диагностику или сконфигурируйте компоненты устройства после ремонта. Значит, нам необходимо нажать сюда, запустить диагностику. Причем, обратите внимание, второе устройство, как многие показывают, не требуется. У нас одно устройство, которое работает точно так же, как и это работает с двумя устройствами. То есть, как я понял, раньше нужно было два устройства. Сейчас, благодаря iOS 18 и новому устройству, у нас можно все делать на одном iPhone. Функция диагностики поможет выявить потенциальные проблемы с аппаратным или программным обеспечением на этом iPhone. В общем, здесь можно протестировать динамики, микрофоны, дефекты пикселя дисплея, мультитач, Face ID и даже качество изображения камеры. Мне понравился вот этот тест, инспектор мобильных ресурсов. Инспектор мобильных ресурсов MRE, средство начальной оценки неисправности, который проверяет версию ПО, установленного на устройстве, а также наличие компонентов. Запустите диагностику. Тест занимает примерно 1-2 минуты, так что набираемся терпения и смотрим, что у нас выйдет в итоге. Ждем окончания теста. Итак, прошло примерно 2 минуты и iPhone пишет нам завершено. Инспектор мобильных ресурсов MRE. Здесь мы можем видеть, что Apple Pay, Bluetooth, ESIM, Face ID, MagSafe и все в этом духе. Все у меня прекрасно работает, все замечательно. Даже можно посмотреть состояние аккумулятора. Состоянный аккумулятор нормальный, 94 цикла зарядки, 98% износ. Все супер. Также здесь вот можно систему проверить, что везде у меня зеленые галки. Аппарат достаточно новый, ему вот совсем недавно исполнился год. Поэтому здесь все у меня замечательно. Здесь ничего не менялось, не разбивалось, не ремонтировалось, все супер. То есть, вот видите, полностью проверка наличия ESIM. ESIM тестирование пройдено. То есть, это был один из тестов, который я вам показал. Вы можете протестировать каждый тест отдельно. Суть видео в том, чтобы показать, как можно самостоятельно дома протестировать ваш аппарат. На случай, если вы думаете, какие-то у вас есть неисправности в устройстве. Теперь возвращаемся назад и нажимаем выход из диагностики. Завершить. Все, телефон у нас перезагружается сейчас в обычный режим. Давайте дождемся и снова будем пользоваться нашим айфоном. Телефон загрузился. Вводим пин-код, пароль. Готово. Все, сеть появилась. Быстро команда сработала. Все. Таким образом работает этот режим. На этом все. Если вам интересна тема iOS, то подписывайтесь на канал. И ставьте лайки. Всем пока.